Самая титулованная «Мисс Латвии» – это об Алисе Мешковской, догупелчанке, которая, завоевав в 2011 году титул первой красавицы страны, не остановилась на достигнутом. В ее копилке – короны с 11 конкурсов красоты континентального и мирового уровня. И в начале июня список побед пополнился еще одной. В Анталии Алиса завоевала главный титул конкурса «Мисс Туризм Евразия-2018». Организаторы на самом деле разыграли некую шутку. Сначала начали объявлять второстепенные титулы, а потом добрались уже до главной четверки. То есть это три вице-миссы, победительницы. И, непосредственно, начали они с третьего места. Назвали девочку из Танзании, затем второе место пригласили девушку из России, россиянка. И потом вызывают на сцену меня для того, чтобы вручить специальный приз от Евразийской туристической организации. И поблагодарить за то, что Латвия прислала такую замечательную конкурсантку, которая сможет стать послом доброй воли у себя в стране и решать какие-то вопросы, связанные с туризмом, с его развитием у себя в стране. И вручили мне подарки, собственно, все. То, ну, якобы спасибо, можете садиться на свое место. Вот. Ну и дальше пошел Кипр, первая мице-мисс. Я спустилась вниз, и девчонки говорят, Алис, ты чего, не расстраивайся, говорит, все хорошо. Ну и потом выходит непосредственно президент и говорит, вы готовы узнать первую в истории победительница конкурса «Мисс Туризм Евразия». Ну и все сидят, ну как бы я уже понимаю, что я же второй раз не пойду на сцену, меня уже вызывали, мне уже дали подарки, все. И вот они говорят, что «Мисс Туризм Евразия Алиса Мешковская». Ну и тут просто обвал эмоций. Имя Алиса всегда будет занимать особое место в конкурсе «Мисс Туризм Евразия», поскольку она стала первой победительницей нового конкурса. На ее счету также победы, призовые места и номинации в таких конкурсах, как «Туризм Квинн Интернешнл», «Мисс Пис Интернешнл», «Мисс Уолт» и многие другие. Все, что я делаю, все целенаправлено в жизни, и если я наметила цель, то я не отступаю от нее и иду до конца. И, безусловно, для меня все мои награды значат очень много, и только мои близкие знают, какой ценой мне далась каждая из них. Но если бы мне пришлось на моем пути к успеху отметить какую-то из моих главных побед, то, безусловно, я бы отметила свою победу на конкурсе «Мисс Латвия», потому что если бы тогда давно, 12 лет назад, я опустила руки и сдалась после своей первой неудачи на кастинге «Мисс Латвия», я бы никогда не узнала, к каким вершинам меня приведет эта дорога. Помимо радости от достигнутых вершин, девушке часто приходится сталкиваться с непониманием со стороны общества. За все то время, что Алиса своим участием и победами несет в мир имя Дагу в Пилсо и Латвии, ее всего лишь раз поздравило руководство города. Многие думают, что вот это вот все так просто, это непросто, это безумно сложно постоянно находиться в разлуке с родными, то есть постоянно находиться в какой-то стрессовой зоне, зоне дискомфорта. Иногда ты спишь просто по три, по четыре часа, и тебе постоянно надо выглядеть идеально, ты всегда должен знать, что ты скажешь, как ты будешь себя вести. То есть, ну, это безумные физические, моральные нагрузки. Очень многие девочки просто не выдерживают, ломаются, и они уезжают домой с конкурса, потому что только стрессоустойчивым девушкам под силу вынести вот все то, что происходит в рамках конкурса. Чтобы понять масштабы конкуренции, стоит сказать, что на некоторых конкурсах количество участниц достигало 136 девушек – первых красавиц своих стран. И выделиться на этом фоне помогают характер и целеустремленность. За каждой победой стоит огромный труд. И это при том, что конкурсы в жизни Алисы занимают не первостепенное место. Последние 10 лет моим основным приоритетом является моя работа, мой род деятельности, это мои дети, фигуристы. Это, в принципе, дело моей жизни, то, чем я живу, то, чем я дышу. И часто очень люди, которые трудоголики, они настолько погружаются в работу, что порой они приходят в какой-то ступор, и им надо время, чтобы развиваться и отвлечься, переключиться, чтобы можно было найти мотивации и музу дальше работать. Потому что детский спорт и спорт высоких достижений – это всегда очень эмоционально тяжелый труд, скажем так, и безумно ответственный. И вот конкурсы красоты – это чисто мое хобби, которым я занимаюсь, это возможность уехать, возможность что-то сделать хорошее для себя. После возвращения с конкурсами «Мисс Туризм Евразия-2018» девушки уже поступили предложение участвовать в конкурсах красоты в Индии, Филиппинах, Южной Корее и на Кипре. Так что точку в списке титулов и побед Алисе еще ставить рано. Но главная мечта у «Мисс Латвии» не связана с конкурсами. Алиса мечтает вырастить звезду фигурного катания. Любовь Тран, Александр Хлистов, телевидение Даутком.